МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По их мнению, оборот таких товаров оценивается в 3,5 трлн рублей. И только четверть из них произведены легально. Фальсифицируют и другую продукцию. Это наносит вред экономике в целом и здоровью человека в частности. Сегодня в Доме правительства рассматривались вопросы противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Чувашии. В России научились подделывать практически все. Одежду, обувь, косметику, лекарства, программное обеспечение, не алкоголь и даже электротехническую продукцию. Еще в 2015 году предприятие НПП «Брестлер» открыто заявило о том, что в Чувашии выпускают аналогичные с их ассортиментом товары с теми же номерами и по той же технологии. Речь идет о поставке товара с обозначением наименований, местопроисхождения и логотипа нашего предприятия на информационной табличке. Я отмечу, что поскольку заказчики – это Россети, то, учитывая все важности этого заказчика, имидж мы вынуждены были безоговорочно за свой счет поменять на нормальную продукцию. Узнали об этом контрафакт совершенно случайно, поскольку произошел аварийный выброс масла. То есть к факту поставки контрафактной продукции еще добавляется поставка оборудования, которая носит угрозу жизни и безопасности людей. Предприятие обратилось в МВД. Расследование длится уже второй год. И все это время «Брестлер» вынужден отвечать за некачественную продукцию, которую под их маркой произвели и поставили конкуренты. Когда на самом деле факты есть, Владимир Александрович, вы в основном промышленную политику проводите, и ряд других, то нужно и в рабочем порядке, не затягивая, не дожидаясь решений нашей комиссии. Как отметил временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Андрей Тимофеев, зачастую главной проблемой при рассмотрении подобных дел является отсутствие патентов и зарегистрированных торговых знаков на выпускаемую продукцию и технологию производства. Многие это не делают из соображения экономии. И, как следствие, не могут затем защитить свои авторские права в рамках гражданского или уголовного судопроизводства. МВД Почуваши проводит работу по противодействию контрафакту, нарушению авторских прав и защите интеллектуальной собственности, незаконному производству и обороту продукции. Только за три месяца 2016 года в свете противодействия незаконному обороту контрафактной продукции выявлено 44 преступления. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 25,5 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, которая была не маркирована, либо маркирована поддельными федеральными специальными марками. Особое беспокойство вызывает и распространение фальсифицированных лекарств. МВД совместно с прокуратурой и Росздравнадзором в ходе операции проверили 214 организаций розничной торговли, которые реализуют лекарственные препараты и медицинские изделия на территории Чуваши. Следует отметить, что проводимые нами мероприятия по контролю за обращением лекарственных средств, в том числе профилактической направленности, позволили снизить долю недоброкачественных лекарственных препаратов, находящихся в обращении на рынке республики. Так, количество забракованных серий лекарственных средств по сравнению с 2009 годом уменьшилось в 33 раза, а препаратов с истекшим сроком годности уменьшилось в 14 раз. Проверки подверглись и ветеринарные препараты. По результатам рейдов возбуждены три административных дела, выявлено 12 незарегистрированных лекарств. Росздравнадзор обнаружил также продукты, ввоз которых в страну запрещен. В двух торговых центрах продавали турецкий виноград и польские яблоки. В ходе рейдов также были выявлены нарушения в области ветеринарии и карантина растений. Глава Чуваши поручил всем ответственным ведомствам продолжить проверки по выявлению контрафактной и фальсифицированной продукции, чтобы защитить жителей республики. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня глава Чуваши подписал закон о социальной поддержке пожилых людей по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Граждане старше 70 лет смогут получать 50-процентную компенсацию, а старше 80-ти – 100-процентную компенсацию расходов. При этом должны быть соблюдены несколько условий. Пожилой человек должен проживать отдельно в собственной квартире и не иметь долгов по оплате услуг ЖКХ и капремонта. Размер компенсации рассчитывается, исходя из минимального размера взноса и размера стандарта нормативной площади. Таким образом, размер компенсации для одиноких граждан пожилого возраста, достигших возраста 70 лет, составит 95 рублей 70 копеек. Для одиноко проживающих 80-летних пенсионеров компенсирует 191 рубль. Варианты эффективного трудоустройства выпускников Чувашского госуниверситета обсудили за круглым столом работодатели, преподаватели и студенты. Формат стола дает возможность услышать разные точки зрения по той или иной актуальной проблеме. На этот раз говорили о стройиндустрии и кадрах для нее. В обсуждении принял участие и глава Чувашии. Ректор ЧГУ Андрей Александров отметил, что на сегодняшний день в строительном факультете подготовлено около 6 тысяч инженеров для строительного комплекса Чувашии. Увеличено количество профилей, по которым готовят нужных специалистов. Тем не менее, почти каждое строительное предприятие испытывает кадровый голод, отметил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашия Олег Марков. Для освоения новых территорий остро не хватает инженерно-технических специалистов, которые могли бы с нуля разработать новую строительную площадку. С учетом таких потребностей надо оперативно корректировать учебные программы, направленные на подготовку высококвалифицированных молодых специалистов. Сегодня составляет где-то 686 вакансий именно в строительной отрасли. И из них 76 человек – это инженерно-технические работники. Причем это показатели только по официальному зарегистрированному вакансии. В реальности, конечно же, эти указанные цифры значительно больше. Труд строителей в республике оплачивается достойно. По итогам прошлого года среднемесячная зарплата составила 23,5 тысячи рублей. Но ВУЗ дает в основном базовые знания. А дальше много зависит от самого выпускника и от предприятия, на котором он работает. Они же обязаны заниматься тем, чтобы уровень знаний сотрудников, уровень компетенции сотрудников повышался. Они обязаны каждые 5 лет организовывать курсы повышения квалификации, повышать уровень сотрудников. Поэтому это надо использовать в дальнейшей работе университету, организовывать вот эти вот курсы. Перспективы у строительной отрасли большие, сказал Михаил Игнатьев. В республике реализуется 56 проектов в комплексной жилищной застройке на площади около 2000 гектаров. Новые микрорайоны растут в муниципалитетах на глазах. Современные технологии строительства позволяют сейчас в несколько раз сокращать сроки сдачи объектов. На 2017 год намечено начало строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань, которая пройдет в непосредственной близи от города Чебоксара. Это придаст дополнительный импульс развитию предприятий строительной индустрии. Выросло целое молодое поколение, которое уже занимается экономикой и развитием целом нашего общества. Вы можете заработать на этих стройках. К этому надо быть готовы. Не лениться, соответственно, и все у вас получится. А мы создадим всю благоприятную среду. Родион Архипов, Сергей Рябчиков. Республика. В Чебоксарах прошел региональный этап Олимпиады профессионального мастерства. Учащиеся республиканских СУЗов боролись за возможность представлять Чувашию на всероссийском уровне. Как соединяли теорию и практику студенты, узнали наши корреспонденты. Программирование, монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, технология машиностроения. Эти направления требуют серьезного вдумчивого изучения. Соблюдением обычных стандартов здесь не обойтись. Дипломированный специалист – это прежде всего человек творческий. Наташа Зайцева, студентка от Латтерского технического колледжа, с детства интересовалась компьютером. Сама научилась многому и после девятого класса, не раздумывая, поступила в техникум. На специальность – программирование в компьютерных системах. Предмет дается Наташе легко и, по ее мнению, программирование может освоить каждый, если захочет. Мне кажется, главное, чтобы был интерес. Если будет интерес, то неважно, мальчик ты или девочка. Стремление есть, тогда все будет легко даваться. Свои знания на Олимпиаде проверили больше 20 участников из Суэлов, Чебоксар, Новочебоксарска, Шумерли и АллатРа. Победители Олимпиад будут представлять нашу Чувашскую республику на заключительном этапе Всероссийских Олимпиад по специальностям СПО. По программированию в компьютерных системах заключительный этап пройдет в Москве, а по специальностям машиностроения пройдет в городе Саратов. В этом году к традиционным заданиям добавились и новые по основам менеджмента и знания английского языка. Оценивается по 20 баллов. Это за вариативную часть, за изготовление детали, за 3D-моделирование, за управляющую программу, за английский язык, за знания. Представляете себе, даже оценивается и составление служебной записки, а также расчета времени, за какое время можно изготовить партию деталей. Поэтому это комплекс. Победителями по всем направлениям стали ребята из Чебоксарского машиностроительного техникума. Они и будут защищать честь республики на Всероссийской Олимпиаде в мае. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашии планируют увеличить количество особо охраняемых природных территорий. Этот вопрос сегодня обсудили за круглым столом депутаты, представители общественных организаций и специалисты Министерства природных ресурсов. Сейчас в федеральном перечне зарегистрировано 58 особо охраняемых зон. В этот список входят охотничьи заказники, природные заповедники, этнопарки и лесные участки. Хотя статистика прошлого года показала существование более 90 таких территорий. Но, объясняют специалисты, на большинство особо охраняемых зон не было оформлено надлежащих документов. Из-за этого неоднократно возникали споры в судах. Подтвердить статус охраны было невозможно. Теперь, согласно законодательству, за охраняемыми землями должны быть закреплены уполномоченные органы. В частности, за зону регионального значения сейчас может отвечать только правительство республики. Порядок в этой сфере планируют навести в ближайшее время. В первую очередь, особо охраняемые территории должны быть учреждены уполномоченным органам. Раньше у нас такие особо охраняемые территории образовывались не того статуса, не тем органам. Участники круглого стола отметили, что создавать особо охраняемые зоны необходимым на территориях, получивших такой статус, поддерживают экологическое равновесие и создают благоприятную среду. В Чувашии тысячи человек считают себя миллионерами. В прошлом году их в республике было в пять раз больше. В налоговой службе подвели предварительные итоги декларационной кампании. Каждый год растет число тех, кто оформляет декларации о доходах. Таких по итогам первых месяцев стало больше на 15%. Активно стали пользоваться жители республики и имущественными вычетами. В этом году таких на 21% больше, чем прошлой весной. Эксперты связывают эту тенденцию со строительным бумом последних лет и хорошими условиями предоставления ипотеки. А вот на социальные вычеты претендуют столько же жителей республики, что и в прошлом году. Уже многие знают, что имеют право на налоговый возврат средств, потраченных на обучение и лечение. С этого года такие вычеты можно получить у работодателя. С уведомлением нужно обратиться в бухгалтерию. Более полувека 7 апреля во всем мире проводят День здоровья. Ежегодно ВОЗ обращает внимание жителей планеты на самые острые проблемы не только в медицине, но и в обществе. Например, в 1997 году специалисты рассказали о новых инфекционных болезнях. В 2010-м о защите здоровья в мегаполисах. Прошлый год посвятили безопасности продуктов питания. А нынешний 56-й День здоровья прошел под девизом «Победите диабет». По традиции, врачи Чувашии в этот день развернули импровизированные медпункты в торговых комплексах, чтобы желающие смогли пройти экспресс-обследование. По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше 300 миллионов человек на земле больны диабетом. Россиян среди них 4 миллиона. По прогнозам специалистов, если с болезнью не бороться, то к 2030 году диабет станет седьмой ведущей причиной смерти. У болезни два типа. Первый встречается чаще у молодых людей и, к сожалению, сегодня неизлечим. А второй тип развивается уже в зрелом возрасте, и его можно предотвратить. Избежать развития диабета второго типа, конечно, возможно. Зависит это от самого человека, от правильного питания, от нормализации своего веса, от нормализации уровня холестерина, от какой-то физической нагрузки. Медпункт привлек внимание граждан. Пройти обследование пожелали около 500 человек. Помимо анализа крови, вычисляли индекс массы тела, измеряли давление, а также проверяли объем легких. День здоровья чаще всего посещает старшее поколение чебоксарцев. В общую очередь стали, прошли и сдали. А если в больницу пойдешь, там как к врачу попасть надо, талоны брать, потом на кровь опять талоны, потом за результатом к врачу. Целый месяц там пройдет. Ну вот, это намного лучше. Конечно, на подобных обследованиях врачи не ставят диагнозы, они лишь выявляют склонность к диабету, а также рассказывают, как сохранить здоровье на долгие годы. Заинтересовались экспресс-исследованием и молодые ребята. От здоровья зависит моя дальнейшая жизнь. И если оно у меня хорошее, то я буду его также поддерживать и соблюдать все нормы. А если оно у меня плохое, то нужно это исправить. Ежегодный интерес граждан к Всемирному дню здоровья растет. В импровизированном медпункте можно не только получить сведения о состоянии здоровья, но и проконсультироваться со специалистами. Нездоровье – возможность вовремя выявить болезнь, а значит, успеть начать лечение. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Сегодня в Новочебоксарске подвели итоги городского фестиваля детских и юношеских театральных коллективов «Волшебный занавес». Члены жюри посмотрели 9 спектаклей и определили лучших актеров. Тему продолжит Мария Шоклева. Возраст фестиваля «Волшебный занавес» намного больше возраста его участников. Центр развития творчества детей и юношества проводит конкурс театральных коллективов уже 24-й раз. И все эти годы организаторы мечтают, что когда-нибудь свой детский театр появится у каждой школы. В этом году нас удивили все школы. Их в этом году шесть. Их меньше, чем в прошлом году. Но говорят лучше. Лучше, меньше, да лучше. Они удивили нас разнообразием жанров сценических. Мы вот вчера смотрели это поэтический театр. Мы смотрели мюзикл. Мы видели музыкальные спектакли. Мы видели сказки музыкальные. То есть по жанру разнообразие. И в общем уровень чувствуется, что уровень исполнителей школьных театров растет. Студия «Юный театрал» 13-й школы Новочебоксарска представила на фестиваль свой вариант пьесы Островского «Снегурочка». Вот сад, спроси меня сто раз, сто раз отвечу, что я люблю его, люблю, люблю. О, мать весна, благодарю за радость, за сладкий дар любви. Какая нега томящая течет во мне. Спектакль подготовили оперативно. Всего за месяц ребята выучили роли, нашли костюмы, нарисовали декорации, выпустили афишу. Поначалу, как я первый раз вышел на сцену, все равно дрожь по всему телу, сердце стучит, ноги немного трясутся. Но потом как-то привыкаешь и тебе начинает это нравиться. И все идет как надо. Да, честно говоря, мне очень жарко в этот весенний день в шубе. Как вам сказать? Я пыталась импровизировать, пыталась как-то внедриться вот именно в «Снегурочку» и делать то, что делала бы она. Но это очень сложно, потому что она такая спокойная, тихая, не может отказать. Постановка «Снегурочка» победила в номинации «Лучший спектакль классика». Всем зрителям эта весенняя сказка подарила солнечное настроение. Мария Шоклева, Игорь Зверев, Республика. Впервые за 10 лет Чувашия вновь готовится принять всероссийские соревнования по шахматам. В воскресенье в Чубаксарах стартует турнир «Рапид Гран-при памяти нашего земляка» чемпиона страны Владимира Сергеевского. Участникам турнира, а их уже около 200, предстоит разыграть призовой фонд на сумму 650 тысяч рублей. Побороться за главный трофей соревнований и весомый денежный бонус в Чубаксары приедут шахматисты более чем из 20 регионов страны. И даже из Белоруссии и Армении. Гостями столицы республики станут обладатели высшего шахматного звания – международный гроссмейстер. В их числе представительницы женской сборной России, победительницы всемирной шахматной олимпиады и чемпионы мира страны разных годов. Турнир действительно очень представительный, очень сильный. Он не последнее место занимает в календаре. Так что я не сомневаюсь, что все получится. И при той подготовке, при том внимании, которое оказало и Министерство спорта Чувашской республики, не сомневаюсь, что это будет один из лучших турниров в серии Рапида Гран-при, которая целый календарный год проходит на территории России. Турнир по быстрым шахматам, он же Рапид, это не только захватывающие партии. Мастер-классы от гроссмейстеров, сеансы одновременной игры, акция под названием «Шахматы в детский дом». Все это входит в программу соревнований. В детские дома мы направляем на естественно безвозмездной основе целые комплекты необходимой литературы, инвентаря для организации занятий с детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию. Значит, Чувашская республика станет 69-м регионом, который подключится к этой программе. Соревнования развернутся на 100 столах одновременно в Людовом дворце Чебоксара-арена. Будет вестись интернет-трансляция на сайте Российской шахматной федерации. Екатерина Абрамова, Россель Мухаммедов, Республика. Завтра в Чувашии стартует месячник по реализации сельхозпродукции «Весна-2016». В городе определены три основные торговые площадки. Северная ярмарка, рынок в Новоюжном и торговый комплекс Николаевский. Уже подтвердили участие в сельхозярмарке 10 районов республики. Для пенсионеров будет организована бесплатная доставка продуктов. Молочная продукция чувашских производителей завоевывает большую популярность и среди жителей других регионов. С последними новинками познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. Его сюжет сразу после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До свидания. Пока в стране действует эмбарго на зарубежные продукты питания, предприятия республики продолжают завоевывать новые ниши на рынке. Дочернее предприятие холдинга «Аконт», молочный комплекс «Аконт Агра» расширило выпускаемый ассортимент. Покупатели уже знакомы с «Аконтовской молочной продукцией» премьера сезона. Йогурт под брендом «Гармония дня». У нас более 30 номинований молочной продукции. Мы выпустили новинку под брендом «Гармония дня» йогурт. Йогурт у нас натуральный. Мы следим за качеством продукции. Наши продукции без кассервантов, без геном и без сырных продуктов. В связи с этим мы внедрили систему менеджмента и качества «Хаск». В плане расширения ассортимента будет выпускаться йогурт классический под брендом «Гармония дня». Высокое качество продукции для компании «Аконт» всегда в приоритете. Главное, что его начинают добиваться уже на ферме. Чтобы коровы давали вкусное и полезное молоко, здесь создали идеальный микроклимат. Буренкам во время дойки включают музыку и даже делают им массаж. Ученые доказали, что такой уход за животными помогает повысить не только надои, но и вкус и качество молока. Мы будем инвестировать в расширение производства, в расширение животновойского комплекса. Это улучшение качества получения кормовой базы, это обработка полей. И на данном объекте у нас еще одна интересная тема есть. Это молочный завод «Аконтагра». И там мы тоже хотим инвестировать, выпускать новые продукты, новые направления. Новый корпус, наверное, поднимем. В цеха завода молоко поступает сразу после дойки. Сначала сырье охлаждают до температуры плюс 4 градуса в герметичных камерах, затем его пастеризуют. Благодаря этому процессу удается сохранить все питательные вещества и витамины, а также уничтожить патогенные микроорганизмы. Сегодня молочная продукция выпускается под брендами от «Красули» и «Гармония дня». Последняя упаковывается в кувшины из экологически чистого материала, который надолго сохранит свежесть и качество молочной продукции. Преимущество такой упаковки – специальный механизм «Снэп Куик». Кувшин с молоком плотно закрывается по линиям сгиба, причем его возможно разогреть в микроволновой печи. Перспективы, конечно, у нас громадные цели и желание выйти на рынки соседних регионов. Ничего там страшного мы не видим, ничего абсолютно невозможного в этом нету, потому что у нас есть опыт работы по продаже. Мы сегодня поставляем, у нас около 10% кондитерских изделий уходит на экспорт. И, соответственно, я думаю, эта команда сработает и по молочной продукции мы будем поставлять в другие регионы. Молоко и кефир бренда «Гармония дня» уже оценили потребители. На выставке «Золотая осень-2015» данная продукция завоевала золотую и серебряную медали. Кефир бренда «Гармония дня»